Трехколесный Reliant Robin. Небольшой автомобиль, выпускавшийся британским автопроизводителем Reliant Motor Company в городе Тамворд, Англия. Несмотря на свой забавный вид, Робин в свое время, благодаря своей меньшей по сравнению с конкурентами стоимостью, пользовался огромным спросом. На некоторое время британский трехколесник даже выводил компанию Reliant на второе место по продажам в Британии. Первое поколение Робин было впервые выпущено в октябре 1973 года. Оснащенный поначалу 750-кубовым двигателем преемник трехколесного Reliant Rigel в целом был хорошо принят общественностью. Благодаря хорошей работе проделанной британской дизайнерской компанией Ogle Design, ранее разработавшей экстерьер таких моделей, как двухместного Bond Pack и спортивного Reliant Cimmit, а также благодаря доступной цене, актуальной во время топливного кризиса 70-х годов. Единственное переднее колесо Робина отвечало за рулевое управление, в то время как двигатель, также расположенный спереди, приводил в движение заднюю ось. Наряду с некоторыми улучшениями, более мощный 850-кубовый агрегат автомобиль получил в 1975 году. Более мощный двигатель с рабочим объемом 850 кубических сантиметров разгонял Робин до 100 километров в час чуть больше, чем за 14 секунд. Максимальная скорость при этом составляла почти 137 километров в час. В целом главной целью Reliant Robin было обеспечение экономичного использования, с чем в принципе автомобиль отлично справлялся. Благодаря маленькому весу расход топлива маленького Робин составлял всего лишь 3,4 литра на 100 километров. Робин первого поколения, кроме всего прочего, также производился по лицензии в Греции. Там автомобиль выпускали в период с 1974 по 1978 год. Под названием Бейдл автомобиль также еще и производился в Индии, компанией Sunrise Automotive Industries Limited. После нескольких ограниченных версий модели, таких как GBS и Ghibli, первое поколение Робина было заменено рестайлинговым, также трехколесным Reliant Realta. Последняя модель первого поколения сошла с конвейера в 1982 году. Компания Reliant возродила название Робин в 1989 году, выпустив полностью обновленный автомобиль с новым кузовом из стекловолокна. Изначально Робин второго поколения выпускался только с кузовом хэтчбэк. Универсал и фургон появились в линейке позднее. Обновленный Робин спустя некоторое время также еще и получил новые более крупные 12-дюймовые диски, улучшенные тормоза как у Мини и улучшенный интерьер с новыми циферблатами и отделкой. Помимо этого новую модель, кроме всего прочего, дополнили свежими вариантами оснащения LX, SLX, BRG и Royal. Автомобили с комплектациями Royal и BRG были самыми дорогими. Их стоимость превышала 9000 фунтов стерлингов. На втором поколении также были использованы новые цвета окраски кузова, такие как серебристый металлик, британский гоночный зеленый, королевский синий и красный гоночный огонь. В качестве дополнительной опции новый Робин получил еще и такие ретро-элементы, как легкосплавные диски Mini Lite и нестандартные сидения, позднее ставшие доступны на всех моделях серии. В 1999 году Робин подвергся очередному рестайлингу. Экстерьер модели третьего поколения на этот раз был разработан главным на то время дизайнером компании Reliant Энди Пламбом. Последняя версия Робина была выпущена самыми большими за все время производства моделей изменениями. Они включали в себя такие новшества, как совершенно новые панели и фары от компактного Voxel Corsa. Модель третьего поколения также была примечательна еще и тем, что она стала первым Робином, спроектированным с использованием компьютера. Последний Робин планировали выпускать также в электрической и дизельной версиях, а также с вариантом кузова типа пикап, однако до серийного производства данных модификаций дело так и не дошло. В отличие от предыдущих поколений третья генерация Робина выпускалась недолго. Уже в 2000 году было объявлено, что производство Reliant Robin завершится после выпуска 65 моделей ограниченной серии. Ограниченная серия, названная как Reliant Robin 65, главным образом представляла собой лимитированную версию модели с очень высокими техническими характеристиками. Все 65-е окрашивались в золотой металлический цвет. Их салон комплектовался красно-серыми кожаными сиденьями, красными коврами, приборной панелью из орехового дерева, белыми циферблатами щитка приборов, стереосистемой премиум класса, электронным зажиганием и золотой табличкой установленной на приборной панели с выбитым индивидуальным порядковым номером автомобиля и именем первого владельца. Стоимость самой редкой версии Robin в то время составляла 10 000 фунтов стерлингов. Ну а что же касается всей серии Robin в целом, то ее производство, как и обещали, завершилось в 2001 году. Однако это был еще не конец. В июле 2001 года производство Robin по лицензии решило возобновить компанию B&N Plastics. Согласно договоренности с Reliant, фирме было разрешено производить не более 250 автомобилей в год. Одна из версий нового Robin, обозначенная как BN1, была основана на модели ограниченной серии Robin 65. Она оснащалась теми же, но уже более современными функциями. У нее был полностью переработанный черный интерьер и новая приборная панель. Благодаря новому процессу изготовления всего кузова, вес BN1 был меньше оригинального Robin. Вторая версия, обозначенная как BN2, была моделью с более высокими техническими характеристиками. Для отделки салона второй версии были использованы уже более высококачественные материалы. Кузов модели окрашивали специальной краской металлик. Вместо кассетной магнитолы устанавливали CD-проигрыватель. А вместо ручных стеклоподъемников установили электрические, что было впервые для Robin. Новые версии от B&N Plastics, в общем-то, были неплохи для своего времени. Но из-за проблем, связанных с производственными сбоями и финансированием, выпуск модели пришлось прекратить уже в октябре 2002 года, после всего около 40 построенных автомобилей. Трехколесный релайнд Robin по сей день занимает особое место в британской культуре, правда в большей степени являясь предметом шуток. В Соединенном Королевстве из-за характерной формы кузова и корпуса изготовленного из стекловолокна Робин иногда ласково называют пластиковой свиньей. В наше время Робин довольно часто можно встретить на экранах. В 2011 году в диснеевском комедийном фильме «Тачки 2» Робин изображает в виде французского персонажа по имени Томбер. Робин, кроме всего прочего, еще и принимал участие в разных шоу, сериалах и клипах. Ну а, наверное, самый известный его звездный час был в передаче «Топ Гир». В эпизоде от 18 февраля 2007 года английский журналист и телеведущий Ричард Хамон и его коллега Джеймс Мэй использовали релайнд Робин в качестве многоразового космического челнока. В последующем эпизоде «Топ Гир» модифицированный релайнд Робин 1994 года был использован третьим ведущим Джереми Кларксоном для того, чтобы проехать 14 миль от Шеффилда до Роттерхэма. В следующих двух эпизодах передачи Стик и профессиональный раллийный гонщик Кен Блок гоняли бедолагу Робин по тестовой трассе «Топ Гира». При этом ни один из них так и не смог закончить чистый круг из-за постоянного опрокидывания. В общем, Робин из-за своей трехколесной формулы и неуклюжей конструкции кузова как минимум на британском телевидении в большей степени являлся предметом насмешек. Однако в оправдании Робина стоит отметить, что только благодаря нему во время топливного кризиса многие британцы смогли себе позволить собственный автомобиль, хоть и трехколесный. Робина 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 Робина